Джурасик Мэш из Modern Day Наверное, самый сложный босс Потому что здесь очень много рандома Приходится, прежде чем что-то куда-то посадить Несколько раз подумать Мне дают три мунфлаура Совершенно они мне не нужны Но без вариантов мне их подбросили Сплошные мунфлауры Часто такая ситуация, когда в последний момент что-то Кучное дают И надо, так сказать, спасать ситуацию Однозначно на линиях, где динозавры Там должны быть вот эти вот Мракоцветы так называемые Если их нету, ничего нету Ложите все подряд Потому что тут без вариантов Что называется Сейчас я неправильно поступил Надо было, конечно, освободить линию Ну ладно Так попробуем стащить Вот эти вот послены очень эффективны На самом деле Но эти послены надо ставить возле босса Сразу наперед надо мунфлауры продвигать Потому что Нам предстоит Дальше Вот эти цветочки расставлять Босс регулярно будет убирать Наши цветы Очень регулярно Но в тылах можно уже начинать Помещать грибы Не так много только Не увлекайтесь этим делом Посленчики приберегите Тут дамаг босса Второстепенную роль играет Вы все равно его никак не надамажите Чтобы вы не делали Максимально сильно Вы не сможете его надамажить Вам просто не позволит это сделать Ну вот сейчас вот надо Пленфуд потратить обязательно Потому что они реально начали продвигаться Я даже еще один потратил Потому что без вариантов Очень хорошо ребята пошли Пришлось потратиться Все сейчас пойдут птички Это означает что Наши тылы начнут забраться У этих ребят Но уже сейчас можно делать что Высаживать посленов возле него И Использовать На этих самых посленах Видите он постоянно спавнит За себя мы не можем И он кстати часто отходит Босс отходит часто Он начинает выжигать линию Потому что для него это опасно Вот эти послены Которые рядом стоят Для него очень опасны Поэтому Видите он вниз сразу ушел Ушел сразу вниз Короче Вот таким вот образом Добивать его надо На самом деле Других вариантов не вижу Вот еще сейчас получим плент Ну да Мы еще даже У нас остался один плент Друзья Здесь очень хитрый зомбосс Не тратьте свои нервы Не пытайтесь Как-то заставить это поле Да Вам может повезти Здесь очень много рандома Но поверьте Я сделал очень много попыток Я точно знаю Здесь вас пытаются обмануть На самом деле Создается видимость Что вам дают сильные растения И вам сразу начинает казаться Что Вы можете Всех поубивать На самом деле это не так Или точнее сказать Не совсем так Из сильных растений Здесь реально можно отметить Только вот этот послен Трехлепестковый И вот этот мракоцвет Вот эти вот растения Реально сильные Но Вот этот вот Послен Он получается эффективнее Для босса Потому что он дамажит Его очень сильно При использовании Плентфуда А вот этот мракоцвет Очень эффективен Если вы используете Вот там где появляются Динозаврики Которые пинают Вот этих вот Зомби Вперед А там в общем-то Справляется этот цветочек Он Ну как Затягивает под землю Но только следить надо Чтобы Вот этот мракоцвет Да Находился Возле Мунфлауэр Если он будет Один То Он будет малоэффективен Но даже Если у вас создастся Какая-то там Ситуация Что они подходят К косилочкам Да И нету Мунфлаура Ничего нету Есть только мракоцвет Который вы можете Поставить на голую землю Просто ставьте его Потому что Как я часто здесь Говорю Да Без вариантов То бишь Тут игра Меня Внуждает Поместить цветочек Который казалось бы Не надо помещать сюда Для того Чтобы уничтожать цели Которые слишком близко подошли Такая ситуация Будет часто складываться Почему Потому что Вот этот вот Босс Часто Выстреливает И уничтожает Мунфлауры Я не знаю То ли это рандомно Летят эти снаряды То ли Специально Чтобы Мунфлауры Зацеплять Не могу точно сказать Потому что Иногда он уничтожает То что надо Иногда вообще В пустые клетки Стреляет В общем Не знаю Создается впечатление Рандома Но Возможно этот момент Тоже разработчики Продумали Всякий раз Друзья Когда вы тратите Коинсы И смотрите рекламу Чтобы Эти коинсы Восполнить Разработчики Получают С этого Приличный доход Потому что Вы так или иначе Смотрите их рекламу Вот И Это считается То бишь Они за это Денежку имеют Чем больше Вы тратите Вот этих монет Вот именно Коинсов Тем Больше Они получают За счет Просмотров рекламы Поэтому реклама Добавляет коинсы А когда-то Эта реклама Приносила 250 коинсов Эти монеты Теперь реклама Приносит 500 коинсов Потому что Интерес к игре Поубавился Так-то она В общем-то Интересная игра Если знать Что как говорится Что делать Но Прежде чем вы догадаетесь Что надо делать Или Сможете как-то догадаться То Вы скорее всего Сделаете очень много Рестартов Я это точно могу вам сказать Потому что Я сам сделал в этой игре Очень много рестартов Слабонервным В эту игру Крайне не рекомендуется Играть Потому что Игра очень часто Заставляет Психовать Что-то как-то Думать Почему так В тот раз Так не было А сейчас так Получилось Тут понимаете На этом Игра построена Она сделана так Чтобы ее Невозможно было Сразу как-то пройти Поэтому многие Пиньяты Донатерские На самом деле Там у вас Без варианта Просят тратить Коинсы Сразу же При рестарте Потому что Если что-то Вы поняли То игра Обязательно Вам подкинет Какую-нибудь Очередную Ситуацию Где вы будете Долго думать Почему так Произошло И каждый Рестарт Будет стоить Коинсов Причем так Нехилых Тысячу Коинсов Два раза Посмотреть рекламу Ну ладно Друзья В общем Этот босс Его можно считать Самым сложным Боссом В модерн дэй Он забрал У меня Реально много Времени Прежде чем До меня дошло Что этого босса Надо Вот примерно Вот так вот Убивать Дело в том Что сначала Я думал Как что Попробую Заставить Поле Или что-то Еще Да у меня Получалось Это сделать Но эффективность При этом Была Не очень Высокая Вот у него Здесь три деления На здоровье У босса И естественно Когда появляется Гаргантюа А они здесь Появятся у вас По-любому Они появляются Не на последнем Делении А не доходя Примерно Треть До последнего Деления То бишь Они довольно Быстро Появляются Босс Начинает Выжигать Линии Перед собой Он будет Их выжигать Даже если У вас будет Очень немного Растений Я проверял Этот момент Вот вы Ставите Ну Скажем так Не больше Двух клеток Занимаете Да Но весь ряд Он будет Все равно Их выжигать Постоянно Будет Выжигать Я Честно говоря Пробовал Его Уничтожать Небольшим Количеством Растений Но у меня Ничего Не получилось Потому что Он выжигал Постоянно И толпы Зомби Шли Шли И шли Я их Пытался Убирать При помощи Вот этого Тенегриба Подкармливая Тенегриб Можно Много Здесь Уничтожить Зомби Которые Идут Но они Вот этот Тенегриб Не дают Эффект На На самого Босса Здесь Фишка Была Именно Босса Дамажить И В чем Косяк Тенегриба Если он не успеет Появиться Но Они его будут Слишком долго Убивать Эти Тенегрибы Я даже не знаю Действует он На гаргантюа Или нет Потому что Мне так или иначе Все равно Приходилось Использовать Пленфуд На других Растениях Чтобы Добить Гаргантюа Под тенегрибом Я так и не понял Можно его убить Тенегрибом Или нет Он вроде бы серенький Становится Покрывается Этим Непонятным Заражением Но Все равно Он при этом Идет Идет до конца Идет далеко И вероятность Того что он дойдет Очень высокая Эти гаргантюа Здесь даны Для того чтобы Вы на них Потратили Весь Пленфуд Который у вас есть Поэтому Забейте сразу На гаргантюа Вы их не убьете Они появятся По любому Один Два Три Где-то Где игра Будет видеть Что У вас Патовая ситуация Вам подкинут Просто одного Гаргантюа Чтобы вы понадеялись А все так просто Все проходимо Но потом В следующий раз Когда вы Оборону построите Более мощную У вас пойдут Два и более Гаргантюа Помимо того Их будут еще Подгонять Терексы Вот эти вот Тернозавры Рексы Которые вот Рычат И под их действием Начинают бежать Зомби То бишь Вы эти Гаргантюа Никак не остановите Они доберутся До ваших косилок И Используете вы И косилки На них По любому Вот И к тому же Скорее всего В этот момент Босс будет убирать Целые Линии Заставленные Растениями То бишь у вас Создается ситуация Что будет Недостаточно Растений Чтобы Додамажить Босса Короче говоря Вы как минимум Потеряете Одну Две Три А может быть Все косилки Ну да Вы его убьете Но Вы потеряете Все косилки И то вам придется Очень сильно Напрягаться Мой метод Такой что Копите Пленфуды В максимальном Количестве Лучше конечно Четыре Но Три Например Тоже может Хватить В зависимости от Ситуации Даже может Хватить Два Да Если например Вот Вы наверное Заметили Что Каждый раз Нам подкидывают Какого-то зомби Когда идут Грагантюатом Или еще кто-то Там Много зомби Каких-то идут Подкидывают Среди них Зомби Которые есть С Пленфудом Да Убрать Этого зомби Одиночно Сложно Но нам Также Подкидывают Мракоцвет Который Можно Эффективно Поставить За этим Зомби Если у вас Получится Это сделать И вы Сможете Получить Дополнительный Пленфуд Для того Чтобы Надамажить Босса Мне кажется Это идеальный Вариант Возможно Так Разработчики Задумывали Потому что Чтобы убивать Босса С полностью Заставленным Полем Растениями Это Очень сложно Я проверял Этот момент Всякий раз У босса Оставалось Там Буквально Процентов 10-15 Здоровья Но Оставалось И это При том Что я Весь Пленфуд Использовал На вот Эти растения С хвостиками А дело В том Что эти растения С хвостиками Они вроде бы Неплохо Дамажат Вроде бы Площадь Такая неплохая 3 на 3 клетки Но Так или иначе Они концентрируют Дамаг На Гагантюа И Прочих зомби Которые Здесь Вокруг Ходят Боссу При этом Достается Очень немного Поэтому Пленфуд Можно сказать Молоко Да Они будут Убирать Зомби Но Нам то Надо Чтобы босс Дамажился Поэтому Эффективность Будет Низкая Самая Высокая Эффективность Это Если вы Будете Кормить Именно Вот эти Послены Возле босса Тогда Да Вы его Дамажите Хорошо И у вас Будет Очень Высокая Вероятность Того Что Босс Откинется До того Как Грагантюа Дойдут До ваших Косилок В общем То Эту Теорию Я проверил У меня Она Сработала Я Только Единственное Не сразу Она у меня Сработала Была Ситуация Когда Посленов Не хватало Или еще Что то Следите За этим Если у вас Посленчики Стоят В большом Количестве Вы их Убираете Потому что Ближе К последнему Делению Вам они будут Нужны Непосредственно Перед Грагантю Они Действительно Наносят Большой Дамаг Перед Боссом Перед Грагантю Не вздумайте Их ставить Смысла Нет Друзья Да Они Его Надамажат Скорее Всего Даже Убьют Но Лучше Ставьте Его Перед Боссом Непосредственно Тогда Эффект Будет Максимальный Как я Уже Говорил Лучше Всего Сразу На Четырех Клетках Разместить Причем После Подкормки После того Как Он Запустит Этих Три Лепестка Он По Прежнему Будет Сильно Дамажить Не Знаю Чем Это Связано В общем Выставляйте Как Можно Ближе Этих Посленов К Боссу И Кормите Как Только Появился Какой Гаргантю А Все Надо Терять Время И Сразу Выкапывайте Все Ваши Послены Которые Стоят Непонятно Где Вам В противном Случае Босс Недополучит Дамаг Подобная Ситуация Складывалась И На Биг В Бич В Модерн Дэй Когда Нам Давали Перце Пульту Которая Также Скажем Так Босс Недополучал Достаточного Количества Дамага И Мы Не Можем Успеть Остановить Боссов Прежде чем Они Например Прежде чем Этот босс Выжгет Всю Линию Или Прежде чем Акула В Биг В Бич Она Затягивает Растения Мы Не Можем Остановить Ее Потому Что Перце Пульта Подкормленная Она Слишком Долго Начинает Стрелять И Успевает Акула Затянуть Растения Поэтому Когда Биг Вей Бич Был Я Сразу Для себя Определил Что Все таки Я буду Наращивать Вот Эти Вот Вот Эту Силу Растения Именно Потому Что Остановить Акулу Очень Было Вот Эту Вот Которую Нам Давали Там Свеклу Которая В разные Стороны Стреляет Но Это Чистый Рандом Там Может Повести Может Не Повести Надо Подугадать Место Где Эту Свеклу Поставить Надо Сделать Так Чтобы Эту Свеклу Никто Не Сдамажил В общем Я Тоже Проверял Этот Момент И Получалось Так Что Свекла Постоянно Была Съедена И Так Или Иначе Были Проблемы Большие На Бик Вейв Бич Я Думаю Так Что Распределяться Места Самый Сложный Босс Для Прохождения Это Наверное Все таки Вот этот Потому что Ну не потому Что он Самый Сложный Да Друзья Положа Руку На сердце Когда Уже Есть Такая Подобная Схема Кстати Это Моя Схема Я ее Придумал Нигде Абсолютно Не Подсматривал А Чисто Вот Через Прошедшие Многие Рестарты Я Подумал Что Это Оптимальный Вариант Для Меня Вот этот Босс Был Самый Сложный Я На него Потратил Больше Всего Времени На втором Месте Идет Пожалуй Босс Биг Вейв Бич Потому что Он Изнурительный Вы Так или Иначе Потратите Много Времени На его Уничтожение Скорее Всего Много Времени Что-то Там Упустил Потому что Ну я Много Подбирал Тактик На самом Деле Я Пытался Половину Поля Заставлять А Половину Нет Потому что Акула Все время Что-то Съедает Но Не Получалось Зомби Так или Иначе Доходят Но там И лучше Растения Нам Давали Друзья Нам Давали Мангель Который Отбрасывал Зомби У нас Была Возможность Уничтожить Грагантюа Которые Там Шли А Также Нам Давали Уменьшающий Цветок По моему Это Фиалка Который Помогал Снизить Здоровье Вот этих Грагантюа Потому что Посредством Уменьшения И Также Друзья Не Обманывайте Себя Когда Вы уменьшаете Зомби Возникает Риск Что Вы Не Заметите Как Эти Зомби Дойдут До Косилок У меня Такое Было Много Раз Я Всегда Удивлялся Как Они До До Ходят Потому что Вроде Там Сильные Растения Стояли Но Они Все Мудряются Как Дойти За Этим Надо Следить Поэтому Да Фиалочку Там Дают Но И Дополнительная Появляется Опасность Потому что Вы Их Можете Не Заметить Вот Ну Здесь Нет У нас Мангольда Вот У этого Босса Нет Ничего Что Могло Отбрасывать Грагантюа Назад И Каких Зомби Назад Здесь Надо Действовать Радикально И Быстро Здесь Единственное Заставлять Все Поле И Как Грамотно Подставлять Растения Туда Где Они Наиболее Нужны Вот Эти Вот Мракоцветы Их Дают Здесь Не Так Уж Мега Часто Если Вы Начнете С них Вот Именно То Может Сложиться Ситуация Что Вам Отправляет Один Мракоцвет Есть Резон Подождать Пока Зомби Подойдут Достаточно Близко Но Не Используйте Вот Если Сложится Ситуация Что Вам Дают Ерундовые Растения Например Сплошной Идет Мунфлауэр Или Гриб Могут Давать Вначале Тратьте В принципе Грибы Здесь Расходник Конкретно Его Можно Тратить Даже На Голой Земле Нежелательно Конечно Но Если Других Его не жалко Вообще В идеале Его Конечно Этот гриб Ставить В тылах Когда Теродактили Приносят Зомбарей Они Тут Их Сбрасывают В тылах И якобы Они заражаются Съев этот гриб И идут по линии И может быть Заразят Еще каких-то Зомби Но Не вариант Не стопроцентный Вариант Друзья Так или иначе Зомби Которых Они сбрасывают Успевают Съесть Мунфлауэр Которые Располагаются Здесь Очень близко И При этом Вероятность Того Что они Заразят Кого-то Очень Небольшая Потому Что вам Все равно Придется Их Убивать Иначе Они Будут Поедать Все Растения Хорошо Что Они Сами Сразу Погибнут От этого Я С этой Целью И высаживал В тылах Гриб Не для того Чтобы Они Кого-то Заразили Хотя Такая Вероятность Есть Потому Что Они По этой Жилии Пойдут И Могут Кого-то Заразить Для Того Чтоб Они Сами Погибли Чтобы Не Тратить На Них Мрак Цвет Ну Так Или Иначе Тыловых Зомбарей Надо Уничтожать Как Можно Быстрее В противном Случае Вы Останетесь Без Растительности Очень Быстро И Дамажить Босса Будет Сложнее Потому Что Надо Будет Сдерживать Толпу Обычных Зомби Как Раз На Костяшек Потому Что Костяшки Реально Далеко Доходит На Костяшках Старайтесь Использовать Гриб Гриб И Плюс Вот Эти Растения Будут Добивать Послены Тоже Ставьте Везде Где Вам Их Позволяют Поставить Они Временно Везде Годятся Но Как Только Вы Видите Что Здоровье Босса Подходит К Последнему Делению Убирайте Послены Потому Что Они Вам Понадобятся Возле Босса Чем Раньше Они У вас Будут Наличие Когда Босс Пошлет Гаргантюа Тем Лучше Что Еще Хочется Сказать Значит На Первом Месте У меня Стоит Вот Этот Замбосс По Сложности На Втором Месте Там Они Делят Второе Место Ну Ладно На Втором Месте Пусть Будет Биг Вейв Бич Потом Идет Пиратский Моря Потому Что Там Разработчики Так Круто Сделали Друзья То Что Вы Видели На Записи Это Практически Очень Хороший Вариант Но Бывает Такой Вариант Что Вот Этот Пиратских Морях Там Замбосс Он Сразу Пушку Вдвигает С чертятами Мелкими Зомби Малыми Такими И Выстреливает Их Практически Сразу На Центр Поля В этом Случа Там Практически Без Варианта Они Почти Всегда Доходят И Это Ну Почти Стопроцентный Рестарт То бишь Там Надо Подугадывать Чтоб Он Эту Пушку Сразу Не Выстреливал Есть Там Такой Вероят Что Он Не Выстреливает Но При Этом Он Отправляет Сильных Зомби Причем Довольно Много И Они Сразу Идут По Линиям Опять же Там Дают Стопорный Момент Это Дают Стену Орех То бишь Она Достаточно Хорошо Сдерживает До Подхода Следующих Растений Только Надо Опять же Следить Чтобы Не Поставить Эту Стену Орех Куда Попало Например На Пустую Линию Поставить То Это Уже Будет Фейл Почти Стопроцентный А Также Там Сложность В том Что Гаргантьюаз Раздаются Но Там Есть Возможность Их Остановить Вы На Видео Переживете Первое деление Которое Есть У босса То Дальше Уже Будет Проще А К тому же Дают Достаточно Эффективные Растения В общем Второе Место Делят По сложности Между Собой Это Биг Вейв Бич И Пиратские Моря Все Прочие Боссы Идут След за Ними Они Фактически Все Прочие Боссы Достаточно Легко Убиваем Может За Исключением Неон Микстейп Тур Там Тоже Есть Своя Головоломка Но Опять же Там Как Я И Говорил В Видео Там Дается Вот Этот Вот Стена Орех Первобытная Она Очень Неплохая Не знаю Почему Разработчики Ее Подбросили Потому Что Она Реально Упрощает Также Там Подбросили Первобытный Горохомет Который Тоже Очень Сильно Упрощает Этот Уровень Получается Что Микстейп Тур Вот Этот Неон Микстейп Тур Он Сложен В оригинальной Компании Когда Вам Выделяют Растения Которые Были В этом Мире И Подкидывают Другие Растения Которыми Не Очень Удобно Убивать Босса Но Тем Не Мене Можно Это Сделать В общем Неон Микстейп Тур Здесь В Модерн Дэй Проще Чем В Оригинале Как Мне Показалось По Что тут Еще Было Вот Этот Фростбейт Кэйвс Это Вообще Даже Говорит Не о чем Он Может Показаться Где-то Сложным Но Он Не Сложный Там По-моему Даже Гагантюа Никаких Не Было Единственное Там Дают Растения Которые Периодически Замерзают И Есть Высокий Риск Что Чуваки С Ледышками Просто Пройдут Даже Не Будут Грызть Эти Стенки Если Они Будут Замороженные Они Могут Просто Пройти Но Опять же Там Дают Замедлялочку Поэтому Она Как бы Выступает Таким Радикальным Растением И Позволяет Пройти Wild West Там Друзья Реально Там Просто Нам Дают Сильные Растения Из Far Future Нам Дают Стена Орех Много Причем Да Он Не Очень Прочный Но Его Реально Там Много Дают Не Дают Эти Апельсинчики Как Цитроны Которые Наносят Реально Сильный Дамаг Да Они Долго Перезаряжаются Но Реально Наносят Сильный Дамаг Если Где-то Сконцентрировать И Пальнуть То Получится Эффект Хороший Плюс Там Дают Часто Пленфуд Поэтому Wild West Я считаю Легкий Замбосс Его Вы точно Пройдете Его Можно Проходить Особо Не задумываясь На Тактиками Там В общем-то Все И так Понятно Что Еще Там В общем-то Все То же Самое А Единственное Раньше Был Там Этот Бонг Чой Дамажащий Этот Момент А сейчас Выступает В плане Дамажащего Момента Именно Вот Эти Дракончики Дракона Лис Дракон Низе Вот Эти Вот Они Неплохо Дамажат Но Конечно Наибольшая Эффективность Если Их Подкормить Единственный Косяк У них Эффект От Плэнфуда Срабатывает С некоторым С некоторой Задержкой То бишь Она Незначительная Совсем Мелкая Да Там Секунда Две Но Она По-моему Больше Чем У Бэнг Чой То бишь Этот Момент Тоже Надо Учитывать Вот Из-за Этого В Биг В Бич Была Проблема То Что Сразу Не Получалось Босса Надамажить Растения Подкормить Чтобы Сохранить Вот Эти Наши Посевы Потому Что Пока Она Эта Перцепульта Пальнет Там Пока То Пока Все Надо Быстро Реагировать Но С другой Стороны В Биг В Бич Давалось Много Дополнительных Хороших Растений Таких Как Лук В частности Который Тоже Останавливал Тех Гаргантю Помимо Мангольда Моего Любимого В общем Вот Такие Вот Дела Что Там Еще У Нас Было Да Все Наверное Больше Чего Конкретно Боссов Модерн Дэй Я так Понял Не Было И Не Будет То Бишь Все Боссы Какие Мне Попадались При Повторных Рестартах Это Вот Эти Все 10 Боссов Получается Вот Я 10 Их Насчитал Все Остальные Легкие Боссы Друзья Я Первенство У нас Jurassic Merge Ну На втором месте Условно Даже Big Wave Beach Не идет На втором месте На втором месте Идет как раз Пиратский Моря А потом На Big Wave Beach Хотя Вот Они Вместе На втором месте Вот Они Три Боссы Которые Здесь Наиболее Сложные Ну И Дальше Уже Там По Бывающей Может Где-то Могут Возникать Сложности На Неон Микстейп Тур Почему Потому Что Там Все Таки Есть Некоторая Вероятность Что У вас Не Получится И Вот Эти Грагантюатки Дойдут До Косилок Есть Такой Риск Он Достаточно Высокий Но Все Таки Мне Удалось Быстро Пройти Этого Босса Я Быстро Сориентировался Что Там Надо Поставить Стену Орех К тому же Ее даю Довольно Часто На самом деле Там Сложность Только в начале Может возникнуть Когда идут Эти чуваки Пинают Все подряд Их надо Сразу Выносить И строить Стратегию На том Чтобы Именно Их Сразу Выносить Не Начинайте Сразу Тыкать Эти растения На поле Потому Что Они поступают Довольно Медленно Если Вы Не туда Поставите Вы Можете Не Затащить Дождитесь Где он Там Вынырнит Этот Панк Который Все Пинает И туда Ставьте Кактус Или Горохомет Что угодно Надо его Быстро Убивать К тому же Там По-моему Еще и Бомбу Давали В общем Там Реально Не сложно Друзья Там Затащить Можно Ну Вот Как-то Так Вроде Все Собрал Всех Боссов Больше Здесь В этой Игре Ничего Нет Давайте Наверное Забирать Денюжки Выходить Еще Одна Была Дурацкая Пиньята Я посмотрел Она Проходима Друзья Но Я решил Ее не записывать Потому что Она Дурацкая Там Все поле В могилах Заставленных Появляется Пленфуд Только В центре Между Двумя Могилами Дают Для его Добычи Бонгчоя Он Не достает До этой Центральной Могилы В общем Там Надо Сперва Разрушить Первую Очень сложные Схемы Надо строить И Каждый раз После рестарта В рандомной Ситуации Поэтому Подобные Пиньяты Я не прохожу Они бредовые И явно На выманивание Коинцев На вот Этот вот Неинтересная Пиньята То бишь Там Каждый раз Рандомная Ситуация И Надо Действовать Наперед Приблизительно Зная Что у вас Будет По конвейеру Ити Но Конвейеру Может прийти Слишком поздно И тогда Вы не Затащите А это Уже Бред Поэтому Я Подобные Пиньяты Не прохожу Давайте Глянем Что там За гвасты Ну вот Как-то Так Да 41 ранг Не так уж Много Кстати Здесь Вот Этих Квестиков Можно было Поиграть Может быть На запись Даже Видите Друзья В чем Проблема Проблема В том Что Просмотров Мало Я уже Начинаю Так Потихоньку По поводу Этого Психовать Потому что Я реально Держу канал Много лет Я не трачусь На рекламу Стараюсь Делать Качественное Видео А некоторые Из вас Могут не Понять Почему там Различные Баны Происходят В их отношении Еще что-то Я часто Прошу вас Делать Какие-то Комментарии Какие-то Отзывы Я действительно Все это Сам делаю Сам Придумываю И мне Интересно Ваше мнение Также Мне интересен Адекватный Зритель Который Реально Будет Говорить Что-то По сути Что называется По делу А не просто Требаться Как на других Каналах Сказал И не подумал Что сказал За подобные Вещи Можно словить Баны Я не буду Объяснять Почему я Этот бан Раздаю Примеры Тоже Приводить Не хочется Но Хочется Сказать Следующее Что Если Я спрашиваю Вас О том Интересная Стратегия Или нет Это Не надо Писать Что она Неинтересная И все Вы Обоснуйте Почему она Неинтересная Иначе Это Стопроцентный Бан Друзья Потому что Если вы Дальше Будете Негативить На канале Который Так Плохо Развивается Такой Зритель Конечно Никому Не будет Нужен Поэтому По существу Я смотрю Канал Перестраивается Кто то Уходит Кто то Приходит А мне Нужны Только Люди Как и Всем Да Вот этим Вот Летсплей Щекам В частности Это Кстати Сложный Труд Друзья Потому что Летсплей Это Очень Опасно Всякий Раз Могут Музыку Там Как то Забанить Еще Что то Забанить За всем Приходится Следить А тут На тебе Еще Твои же Подписчики Те для кого Ты все Это делаешь Тебе еще Какие то Палки В колес Составляют Мало того Не помогают Реальным Каким то Действием Репосты Никакие Не делают Еще И Накладывают Свой негатив На видео Которое Делалось Может быть Не один Час Конечно Все это Обидно И Никто Это Проглатывать Не будет Я сразу Вижу Что Человек Негативно Он Не понимает О чем Говорит И не понимает Вообще Куда Зашел Поэтому Таким Людям Наверное Все таки На этом Канале Делать Нечего Канал Был Переименован Hardcore Gaming Channel Потому что Большинство Тематики На этом Канале Посвящена Именно Hardcore Уклон Скажем Так Мне Как то Написали Что Ты Недостаточно Повысил Сложность В Грит Автоспорт Друзья Я Естественно Где то Недостаточно Буду Все это Выкручивать Точно Так же Как и недостаточно Просмотров Вы поймите Чтобы что то Делать По полной Программе Нужно Определенное Оборудование Хотя бы Тот же Руль Да Или Хотя бы Какой то Настрой Чтобы Что то Пытаться Это сделать А настрой Появляется Только Если Смотрят Если Там Просмотров Мало Смысл Делать Это По полной Программе Я Смотрю На эту Игру Смотрю Какие У нее Возможности Какие Плюсы Минусы Пытаюсь Об этом Как то Вам Сообщить Рассказать При первом Прохождении Как правило Всегда Выбирается Не то Чтобы Средняя Сложность Иногда Я ставлю Максимальную Но если Вижу Что есть Какой то Косяк И игра Как то Пытается Обмануть Или Разработчики Что то Где то Плохо Оптимизировали Или Какой то Баланс Нарушенный Реально Прям Нарушенный В этом Случай Конечно же Все будет Понижаться В Грит Автоспорт И все Не так Просто А там Баланс Вообще Практически Никакой Да Там Можно Повысить Сложность Но Многие Игроки Пользуются Одним Моментом Они Получают Больше Очков При Незначительном Усложнении Игры Скажем так Они Всегда Себе Прочерчивают Траекторию На трассе Об этом Я говорил Многократно Но Другие Параметры Завышают Но Извините Друзья Если Вы знаете Куда Ехать Где Притормозите То Это Слишком Сильно Прощает Игру Я Скатываться До Подобных Видео Не Буду Я Лучше Понижу Какие-то Другие Параметры Но Разметку С трассы Я Точно Уберу Об этом Я Многократно Говорил Был Недоволен Разработчиками Что Они Сделали Такую Поблажку Непонятно Для Кого В результате У меня Получалась Сложность Выше Параметры Все Это Был Бред Конечно Неправильно Но Это Поймет Только Человек Который Играл Уже В эту Игру Который Знает Ее Особенности Этой Игры Вот А если Чувак Зашел И пишет Что Сложность Не Максимальная Он Видать Просто Не догоняет О чем Разговор Я Не Собираюсь Банить Но Каких Грубых Я В адрес И в адрес Канала Не заметил Чувак То Посмотри На Ютубе Там Ее Проходят С рулем Там Какими То Наворотами Пятым Десятым Непонятно С чем Еще Смешаны В общем И на Каналах Где Просмотров Огромное Количество Здесь Я Фактически Это Все В разряд Хобби Поместил И Жду От Вас Реальной Поддержки Если Кто То Уходит Я Стараюсь Не обращать На это Внимание Всякие Хейтеры К сожалению Я их Не могу Поймать Но Если За Каким Негативным Сообщением Идут Какие Дизлайки Или Еще Что То Я Могу Конечно Подумать На этих Людей А Также У меня Есть Много Людей Которые Желают Чтобы Мой Канал Закрылся Скажем Так Это Многие Люди У которых Есть Подобные Прохождения Но Они Не Столь Высокого Качества Конечно Им Сказать Что Это Бред Но Есть Такой Момент Я Точно Сказать Я Уже Натыкался Неоднократно На Различные Комментарии Может Засланных Людей Может Еще Как Там Не Опытались Как Сообщить Мне О том Что Мол Мое Видео Неинтересное Интересное Там На другом Канале Я Заходил На тот Канал Ради Интереса Куда Мне Там Отправляли Посмотреть Что Там Оказывался Полный Бред Друзья Там Чисто Канал Непонятно На что Был Настроен И Там Все Проходилось На Минимальные Сложности А Людям Объяснялось Что И Как Друзья Честно По Чесноку Обезьяны Дураков На моем Канале Точно Нет Если Вы Как На Усредненном Или Легком Уровне Что Не Можете Пройти И Смотреть На Других Каналах Я Могу Только Понять Если Вы Что Хотите Посмотреть Какую То Игру Я Часто Смотрю Какую То Новую Игру Чтобы Понять Покупать Ее Или Не Покупать Но Смотреть Летсплей Где Чувак Проходит На Минимальные Сложности Да Еще Придом Тупит Ну Не Знаю Может Это Где То Забавно Может Где То Это Еще Как То Интересно Часто Я Закрывались Оплатные Растения Взламывались Каким То Образом Я Не Понимаю Мне Как Игроку Человек Который Это Смотрит Меня Это Реально Скорбляет Меня Это Унижает Потому Что Я Не Могу Взломать Эти Растения Я Не Хочу Их Взламывать Я Не Буду Этого Делать А тут Чувак Который Это Сделал Предлагает Скачать Этот Злом Спрашивается Зачем Упростить Игру Но Она Задумывалась Для Другого Прохождения Ну Хорошо Десяток Человек Зломает Игру Остальные Сотни Остальные Сто тысяч Миллионы Они же Будут И так И пытаться Проходить Эту Игру Без Взлома А дети Маленькие Которые Пытаются Тоже Как То Сыграть Эту Игру Эта Игра Распространена На Телефонах На Android Планшетах На Прочих Устройствах На IOS То Бишь Ее Надо Реально Смотреть И Смотреть Как Она Проходится Именно Без Вот Этих Платных Растений По Возможности Также Без Черри Бомбы Каких То Усиленных Вариантов Растений Я Уже Говорил Неоднократно Что Черри Бомбы Они Были Платные Но Потом Их Ввели В разряд Обычных Растений Но Опять Ладно Если Вы Берете Ладно Пусть Это Будет Там Каким То Вашим Плюсом В игре В принципе Раз Уж Разработчики Так Сделали Вы Можете Это Все Использовать Я И сам Это Использовал Но Я Использовал Это Только Тогда Когда Мне Разработчики Насильно Заставляют Это Использовать Но Тем Не Менее Если Вы Будете Это Использовать Это Растение Будет Занимать Растениями Которые Более Эффективны Чем Черри Бомба Игра Реально Интересная Актуальная Да Может Быть Стоило Ее Раньше Пройти Но Как Я Уже Говорил Для Того Чтобы Все Это Делать Мне Нужны Зрители Которые Будут Помогать И Как То Просмотры Будут Репосты Может Быть Где То Не Знаю В Хорошее Интересное Видео Как Мне Кажется Поэтому Я Старался Максимально Часто Выкладывать Это Видео А Также Не Совсем Приятно Когда Например Видео Длинное Да В частности Ведьмак Можно Взять Да Где То Может Быть Оно Не Очень Интересное Но Я Старался Заглянуть В Каждый Закоулок Этого Ведьмака Посмотреть Какие То Моменты Какие Интересности Что Где Проверить Естественно Это Все Отнимает Время Мое Время Ваше Время Но Эта Игра Планировалась Как Такое Прохождение Знаете Доскональное Что Ли Чтобы Мы Могли Посмотреть Там Все А В частности Поэтому Я Раскачивал Персонажа Причем Раскачивал Абсолютно Честно В Каких Пещерах На Каких Ахинопсах И так Далее Поначалу Все Это Я Старался Показать Если Какие Сомнения У зрителя Появлялись В плане Того Как У меня Несколько Новых Левлов Поднялось У Геральта Я Естественно Делал Короткие Видео Вставки Где Старался Это Ускоренный Темп Показать Я Прекрасно Понимаю Что Длинные Видео Очень Сложно Досмотреть Вот Это Видео Уже Получилось Длинным Но Я Все Таки Призываю Вас К этому Труду Я Уже Не Говорю О Всяких Донатах Это Конечно Может Где Бредово Может Звучать Но Тем Не Менее Ни Разу Никто Еще Ничего Не Донатил За Много Лет Но Я Старался Укладывать Видео Хорошее Поначалу Картинка Была Не Очень Но И Видеокарта Была Не Очень И Возможности Были Не Очень В общем Друзья Многое На Ютубе Относительно Этой Игры Реально Не Видел Только Некоторые Моменты Интересные Попадались Но Опять Я Был Разочарован Тем Что Автор Видео Который Реально Потрудился Чтобы Выложить Это Видео Его Плохо Смотрели Я Не Удивлялся Почему Игру Забрасывали Замораживали И так Далее Поддерживайте Тех Авторов Друзья У которых Реально Нормальное Видео Где Они Старались Делали Для Вас Где Они Не Шли Ни На Компромисс Они Уважали Какую-то Сложность И Требовали Того Ж От Зрителя Они Никогда Не Добавят Новое Видео Если Вы Не Поддержите Так Что Вот Так Маленькие Слабые Каналы Зачастую Оказываются Гораздо Качественнее По Контенту Чем Прочие И Не Надо Распыляться На Лайки На Вот Этих Вот Огромных Каналах Они Заработают И Без Ваших Лайков Поддержите Того Вот Этого Летсплей Щика Того Блогера Я не Знаю Любого Того Человека Который Пытается Действительно Выложить Что-то Качественное Что-то Как-то Запривлечь Зрителя В Противном Случа Этот Человек Просто Перестанет Вкладываться В канал Он Перестанет Что-то Выпускать Что-то Показывать И Ютуб Именно Русский Сектор Ютуб Он Будет Постоянно Оттешать Каким-то Низкокачественным Контентом Или Вы будете Смотреть Постоянно Одни и те же Каналы Где Люди Реально Ни в чем Не напрягаются И Не знаю Друзья Я жду Реально От вас Поддержки Если вам Есть Что сказать И у вас Какое-то Мнение По этому Поводу Есть Обязательно Пишите Я Читаю Все Я Всегда Говорил Буду Говорить Дураков На моем Канале Обезьян Каких-то Непонимающих Людей Нет Если Кто-то Такой Попадается Я Конечно Всех Подряд В бан Не отправляю Друзья Но Я Жду От вас Уважения Точно Такого Же Которое Появляю Перед Вами Я Здесь Нигде Не Четырю Нигде Не Использую Скрытые Какие-то Уловки И так Далее Если Что-то Где-то Кто-то Не Уверен В чем-то Мне Пишите Я Вам Все Попробую Объяснить Как Оно Было Если Вспомню Конечно У меня Часто Просят Образ По Медивлу Или Какие-то Ссылки Там Чтобы Я Людям Передал Чтобы Не Скачали Какую-то Игру Которая В Которую Я Играл Просят Как-то Объяснить Что Например У меня Грид Race Драйвер Грид Он Русский Да А вот В стиме Он Продается Который Он Английский Друзья Всегда Обращайте Внимание На то Что Вы Покупаете Я И Сам Хотел Купить Race Драйвер Грид В стиме Но Я Его Не Купил Только Потому Что Он Полностью Английский Я Не Хочу Держать Игру В стиме Она Да Она Интересная Хорошая Но Она Английская Понимаете В чем Дело Я Не Могу Вам Рекомендовать Ее Взять В стиме Потому Что Она Английская Они Не Потрудились Ее Русифицировать Как-то Что-то Сделать Поэтому Лучше Наверное Все-таки Какой-то Репак Взять Где Уже Русская Игра Поиграет Но Опять же У вас Есть Риск Наткнуться На Какой-то Не знаю Там Малвар Или Прочую Ерунду Какой-нибудь Вирус Там Который Будет Садить Возможности Вашего Компьютера Будьте С этим Осторожны Просить У меня Ссылки Не нужно Я не Даю Ссылки На Торренты И Прочие Ерунды Которые Могут Как-то Разрушить Ваш Компьютер Или Посодействовать Этому Понимаете Если у меня Есть Какой-то Образ Я Тоже Не могу Вам Так Просто Взять И Дать На Него Ссылку Вдруг Вы Скачаете Что-то Не То Пойдет Что-то Не Так Пойдет Откуда Мне Знать Вот Я Играл У меня Все Было Нормально А вы Установить У вас Не Будет Нормально Я Не Могу Ручаться За Все Это Поэтому Всякий Раз Когда Я Даю Ссылки На Образ Я Пишу Что Только На Ваш Страх И Риск Я Сам Качал Эти Образы С Торрентов Проверял Смотрел Тоси Боси Как-то Вот Так Игр У меня Нет Возможности Покупать Мне Их Также Никто Не Дарит Вот Недавно Взял На Распродаже Лару Крофта 2013 Года Ну Подумал Что Игра Вроде Неплохая К тому же Rise of the Tomb Raider Вышел Нет 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 У меня Возможности Купить Эту Лару Крофт Я Может Быть И Запилил Бы Какие Видосики По Этой Частью Но Не Получилось Я Решил Вложиться В Растение Против Зомби Garden Warfare 2 Мне Эта игра Показалась Перспективной Я Подумал Может Что Что Интересное Но К сожалению Это Казалось Не Так Да Там Весело Играть В Кооперативе Да Есть Какие Интересные Моменты Но Опять Ориджин Со Своими Косяками Там В общем Все Очень Сложно На самом Деле Друзья Знаю Сейчас Я Очень Много Времени У вас Отнимаю Самое Ценное Наверное Интересное Видео Было В начале Когда Я валил Того Босса И Пытался Объяснить Свою Стратегию Тактику Но Все Равно Спасибо Всем Тем Кто Дослушал Досмотрел Мне Реально Очень Приятно Все Если Есть Что Сказать Или Написать Допишите Я Все Это Читаю Увидимся Друзья Не знаю Что Там Будет В Следующий Раз Может Какая Пиньята Если Мне Покажется Адекватно Проходить Здесь Бесконечные Режимы Ну Не Знаю Посмотрим Мне Настрой Нужен Настрой Зависит От Просмотров Если Будет Недостаточно То Мне Настрой Просто Не Будет Я Наверное Буду Играть В Модерный Вот Этот Вот Гарден Верфер 2 Да Вот Этот Растение Против Зомби Скорее Все В Онлайне Там Нормальных Моментов Мне Не Попадалось Игра Посредственная Такая Много Дисбаланса Где Присутствует Поэтому Я Пока Что Не Делаю Того Видео Не Выкладываю Там Реально Посмотреть Пока Не На Что Графика Она Может Показаться Классной Друзья Но Она Стремная Если Присматриваться Там Есть Моменты Слишком Сильной Оптимизации Всем Так Сразу Не Скажешь Короче Говоря Если Вы Считаете Что Видео Достойное Ставьте Лайк Если Считаете Что Есть Что Написать Пишите Все Это Читается Я Всех Уважаю И Считаю Что На Моем Канале Самые Люди